Кубковое противостояние. Динамо БТ – это всегда хорошая вывеска, такая вот для и футболистов, которые играют и в той, и в команде, и в нашей, и в БТ. Естественно, что всегда есть хорошая мотивация показать хороший футбол, добиться победы. Поэтому сейчас кубковое противостояние, которое состоит из двух матчей. Первый шаг сделали небольшой вперед, да, понятно, что есть еще ответный матч. Эмоции положительные от достигнутого результата, от победы в конкретном матче. Ну, понятно, что радость такая сдержанная, потому что ясно, что еще будет ответный матч, и он уже через три дня на 4-й, 10-го числа. Поэтому готовимся. В целом я удовлетворен сегодня действиями команды. Хорошая агрессивная игра, хороший прессинг, хорошие отборы мяча, хорошие атаки скоростные. Вот, возможно, чуть-чуть, конечно, хотелось бы, чтобы так, как в первом тайме, проделали такую энергозатратную работу на футбольном поле в высоком прессинге. Хотелось бы, чтобы, конечно, реализация все-таки не подводила после такой активной игры в прессинге. Хотелось бы, чтобы забивали голы, получали какое-то преимущество, дивиденды от такой работы энергозатратной. Так, в целом, еще раз говорю, удовлетворен командой сегодня, это совсем другое дело, как говорится. Ребят поблагодарил, но еще ответный матч. Здравствуйте. Владимир Переевич, подскажите, пожалуйста. Дима Толбовская. Да, забыл, потому что недавно не было. Замена вратаря по сравнению с Суперкубком, вроде как особо не было там вопросов. Сейчас тут все просто, в принципе. Вторая игра, шестого, десятого, да, ясно, что одним составом тут никак не получится, потому что с точки зрения, наверное, какой-то физического аспекта, ясно, начала сезона тут неплохо готовы, да, и уповать на то, что там уже ротацию проводить, потому что кто-то там устал, нет, ни в коем случае все понимаем. Но в то же время чисто психоэмоциональное состояние, конечно, три матча подряд Федору сыграть, наверное, то есть я имею в виду второго, шестого и десятого, но всегда нужно давать какую-то чуть-чуть передышечку, потому что эмоциональная составляющая, она все-таки имеет свойство, скажем, утрачиваться. Поэтому чисто вот таким образом срабатывали. Нет, не значит. Тут, конечно, будем выбор делать уже ближе к матчу, но однозначно ничего не значит, что уже 10-го числа будет Федор играть лопоухо. То есть будем принимать решение уже непосредственно, и с тренером вратарей советоваться. Выход молодого кролика Соколовского в старте. Вы прокомментируете, почему вы решили именно этих ребят, и они очень классно смотрелись. Один полный матч сыграл, второй там чуть-чуть. Ну вот и ответ на свой же вопрос. Классно смотрелись, потому что ребята действительно хорошо тренируются, и вижу в них потенциал огромный. И самое главное, ментальность хорошая. Вот они в молодежном первенстве в прошлом году проявляли лидерские качества в той команде. Понятно, что немножко, наверное, есть отличия в уровне сопротивления высшей лиги. Я имею в виду среди уже команд мастеров, да, и все-таки первенства дублирующих составов. Тут чуть все побыстрее, все немножко помобильнее, и в единоморствах, наверное, пожестче. Поэтому, конечно, чем быстрее они такие матчи будут играть, тем они почувствуют вот этот градус борьбы, градус накала, темп игры и так далее. Естественно, что атака в целом очень-очень хорошо все смотрелись. Но мы недовольствуемся этим. Хвалить не буду, потому что молодежи свойственна нестабильность. Можно выдать одну-две игры, потом где-то вот здесь нам самое главное не ошибиться. Но у нас хорошая обойма, мы, конечно, постараемся не ошибиться здесь. Петр Заяц, футбол-бай. Вадим Викторович, продолжение этой темы. Не является ли вот выход этих ребят 2005-2006 будет рождение неким сигналом для более опытных игроков, что их место в составе не гарантировано, что конкуренция? Ну как, об этом говорить, что это какой-то сигнал? Нет. Ребята просто создают хороший уровень конкуренции в тренировочном процессе, да. И когда идет полное сопротивление в упражнениях, которые мы проводим, в игровых особенно, да, в тренировке, естественно, ребята опытные чувствуют это. И, поверьте, молодежи я всегда говорю о том, что, ребят, вы ни в коем случае не воспринимайте себя, что у вас есть еще какое-то время, там, на то, чтобы считаться молодыми. Если вы соответствуете уровню, пожалуйста, на полную катушку, да, с уважением к партнерам нужно относиться к любому. Возрастному футболисту, там, к своему партнеру нужно относиться с уважением. То есть чисто по фаерплей, да, то есть никакой грубости не должно быть в тренировках. Но то, что не уступать, это однозначно. Они это прекрасно показывают. И наши ребята опытные чувствуют это, признаюсь честно. Есть эпизоды, где, вот, кажется, хочется даже чуть-чуть свисточек дать, чтобы как-то, как говорится, предвосхитить эту ситуацию, чтобы не было вот этой накаленной обстановки. А так, в целом, еще раз говорю, я очень доволен тем, как ребята относятся, молодежь, к своему делу. Еще вы отметили, что много энергии команда потратила в первом тайме. Во втором, наверное, она, пожалуй, в меньшую строку была у Ромбатэ, хотя именно тогда вы забили. Связано ли, что уже не хватало свежести или все-таки помогло? Ну, нет, 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 конечно, свежести тут. Начало сезона говорит о том, что мы не готовы на два тайма. Готовы, готовы. Просто, ну, вы же видели, многозатратный первый тайм очень. Очень. Расчет был на то, чтобы вот сразу подавить соперника именно своей активностью. Вот, поэтому работали достаточно хорошо на спринтах, вот, и заставляли соперника ошибаться. Еще раз говорю, важно так, после такого энергозатратной работы в первом тайме реализовывать моменты. Да, конечно, когда есть всегда опасения, что 0-0 счет, да, и момент Абэлуба-Тэ серьезный в первом тайме. Мы, помним, выручил, да, Кратарь, поэтому, в целом, я же говорю, всегда нужно быть, играя в такой футбол агрессивный, нужно всегда думать об обороне. Вот, поэтому Абэлуба-Тэ хорошая команда, они будут тоже моменты иметь, поэтому тут всегда надо, как говорится, быть на чеку. И еще, расскажите, почему сегодня решили сыграть с тремя защитниками? С тремя центральными защитниками. Мы, в принципе, играли в эту схему в прошлом году только с другими исполнителями, поэтому здесь те ребята опытные, которые остались в команде, это касается защитной линии, для них это не было, скажем, новшеством каким-то, поэтому они готовы к тем требованиям, которые мы предъявляем при игре в этой схеме. Единственное, что полузащитная линия и нападение, какие-то нюансы мы подкорректировали, но в целом, вот, молодежь, которая вышла, они в прошлом году достигли тоже максимального результата в первенстве молодежных составов. Играя в эту схему, для них ничего на инку нету, только какие-то нюансы подкорректировали. Поэтому, обладая набором исполнителей и модельные характеристики тех футболистов, которые у нас есть сегодня, и молодые, и защитная линия, да, для них не являлось это какой-то там, скажем, новшеством именно тактическое. А для подстрелова? Для подстрелова возможно, но если мы вспомним его период игры в сборной, когда он вызывался при предыдущем главном тренере, он играл в этой позиции, поэтому тоже ничего нового. Ну, а как вот вы оцениваете его игру сегодня? Хорошо. Хорошо? Ну, вот я тоже считаю, что довольно хорошо, довольно хорошо. Много прострелов, много подач было, вот, ну, в принципе, от этой позиции это и требуется. Вопрос о замене Политевича. Показалось, что на подополе покидали, немножко там держался. Ну, Сережа, да. Так, опытный футболист, конечно, капитан команды, не было его желания менять, но чуть-чуть сказал, что почувствовал небольшой дискомфорт. То есть, не дергал ничего, но где-то... Ну, опытный футболист всегда в этом случае предвосхищает, чтобы, не дай бог, травма серьезная не случилась. Здесь лучше, как говорится, уже там концовка матча, а у нас Леша Гаврилович, в принципе, по этой позиции тоже неплохо смотрится. Еще один вопрос. У меня второй игру на замене остается Хрошинский. Какое у вас состояние? Или вы просто в эту игру... Ну, тогда вы объясняли после Суперкубка, почему он не вышел тут? Ну, здесь тот случай, когда футболисту надо терпеть. Володя терпеливый футболист, мне он этим очень импонирует, потому что от него не исходит никакого негатива. Хотя я вижу по его глазам, конечно, что внутренне он очень недоволен этой ситуацией. Но здесь недовольство должно проявляться в интересах команды, потому что... То есть, если твои внутренние амбиции тебя будоражат, и это тебе идет в плюс, то есть ты не сбавляешь к себе требования, а дальше работаешь так же и ждешь своего шанса, а он им, конечно, предоставится, безусловно. Это одна ситуация. Самая не очень приятная ситуация, когда футболист, не попадая в стартовый состав или не выходя на замену, да, обижается где-то, вот это тоже амбиции, скажем так, тебя немножко будоражат, тебе ситуация эта не нравится, ты с ней не согласен, и ты сбавляешь к себе требования. То есть, ну, вот это не хотелось бы. Ну, Володя не из той категории, я уверен, что Володя будет дальше продолжать и ждать своего шанса. Он его обязательно получит.